В составе бизнес-миссии представители 24 промышленных предприятий Ульяновской области. Это производители автокомпонентов, деталей из пластмасс и композитов. Сотрудничество с нижегородскими партнерами позволит увеличить загрузку наших заводов. Как следствие, работодатели примут штат новых сотрудников. Я уверен, что работа эта принесет положительные плоды, как они меряют, пообщавшись сегодня с представителями бизнеса, с представителями промышленных предприятий, мы видим, что общая тема, крепятся, она возможна, она обязательно будет и даст положительный эффект для экономики и Нижегородской области, и Ульяновской области. Общие точки соприкосновения уже есть. Ульяновский моторный завод входит в группу «ГАЗ». На предприятии трудится тысячи человек. Алексей Русских у руководства автомобилестроительной компании обсудили дальнейшие векторы развития. Курс взят на увеличение заработных плат, повышение квалификации сотрудников, подготовку новых кадров. Работа в последнем направлении развернется на базе УГТУ. Те практики, которые организуются сейчас в Ульяновской области, в том числе с поставками консультующими специальными контейнерами и поездами, могут быть востребованы нижегородскими предприятиями, именно с учетом того, что у нас связь по Волге. Связь по Волге плюс не только для предприятий, но и для гостей регионов решено развивать речной туризм. Все общие проекты лягут в основу выполнения ключевой задачи – развития двух соседних регионов, получения новых рынков сбыта и роста экономики. Все это стало возможным за счет подобных бизнес-миссий. Работу Ульяновской области в этом направлении отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Это как раз и отличает Ульяновского, что ездите по региону, привозите бизнес, и на самом деле это дает хороший результат. В плане кооперационных связей, совместной работы, 160 контактов. И это правильно. Деньга – это уже больше миллиарда рублей. Игорь Комаров добавил – опыт Ульяновской области по развитию кооперации самый большой в Приволжском федеральном округе. Это хороший пример для соседних регионов в плане развития бизнеса и производства.